Козлы отпущения в семейной системе Юлия Перумова В конце прошлого года я уже писала пост про своих клиентов, которые приходят в терапию, преодолевая сопротивление своих семейных систем. Они живут ярче, лучше, смелее, темпераментнее, чем их близкие, но при этом ощущают себя ненормальными или даже предателями, потому что семьи, прямо или скрыто, осуждают их образ жизни, непохожесть и постоянный поиск исцеления. Это почти всегда самые здоровые члены больной семейной системы. Но за долгие годы существования в ней они уверились, что именно они самые ненормальные. Они систематически предпринимают попытки вернуть себе нормальность. А ощущение нормальности у них очень расшатано, вплоть до недоверия своим эмоциям, телесным ощущениям и явным сигналам среды. Иногда в терапии они переживают совершенно искреннее офигевание, от того, что, оказывается, они все чувствуют и могут уже самостоятельно опираться на свое чувствилище. И постепенно в терапии они переживают ярость и отвращение к своей роли козла отпущения, которая была уготована им семейной системой, потому что она в них таких очень нуждалась. Вот что пишет про такую роль гештальт-терапевт Анна Федосова. Этот человек обычно несколько выпадает из системы. Он может нарушать некие правила, выглядеть, рассуждать и поступать странными или угрожающим для системы образом. Часто он – фигура изменений, призванная, по молчанию, вытащить семью из стагнации. Но стремящаяся к постоянству и нерушимости система будет сопротивляться, используя всевозможные ресурсы, в том числе и карательные. Если система стремится к распаду, козел помогает ей сплотиться, против него же. В таком случае он – фигура стабильности. Отвергая или исключая козла, система помогает ему свободно предаваться его собственным делам. Если козел удалился на слишком большую дистанцию, ему заявляют «Ты наш? Вернись». Если слишком приблизился, говорят «Ты не наш? Уйди». Козел – один из эффективных стабилизаторов системы. Из книги о добрых и недобрых лицах, о любви и границах. Самостоятельно выбраться из этого шизофренического взаимодействия практически невозможно. И слава богу, что козлы – это вечные искатели, движимые стремлением к трансформации. Это смелые и отчаянные люди, приверженные себе, несмотря на страх быть отвергнутыми системой. Респект! С вами была Екатерина Юрьева и канал «Рассказы в озвучке». До новых встреч!